Кощунственное самоправство на кладбище Новосормовское. В новых кварталах решили провести благоустройство. И, по словам родственников усопших, просто взяли и перенесли могилы. Сами тела, конечно, никто не трогал, но земляные холмики и кресты сдвинули в сторону так, чтобы проходы выровнять и добавить еще один ряд могил. По словам родственников, зимой захоронения совершались несколько хаотично, не соблюдая идеально прямых линий, а теперь все ровно. Но там, где раньше были могильные холмики, теперь дорожка. По мне вот она, могила. Вот. Вот мы на них ходим. Мы и ходим по могилам. Приехали к дедушке на кладбище в субботу. Там как раз начали благоустраивать могилы. И что все те могилы, которые благоустроили, они стоят все ровненько по линейке, но прям очень сильно ровно. Если они там сильно все надвигали, как вот теперь понять, что там вот в той могиле нашей лежит действительно дедушка, а не пока я не знаю, Клава Ивановна. Мне кажется, что есть два варианта. Либо они действительно хотели типа как красиво, либо, мне кажется, другой более вероятный вариант, что они сдвигали как раз-таки вот эти вот ограждения от дороги. И, возможно, они хотели выгородить там еще ряд или два, чтобы просто получилось дополнительное количество могил, которые можно продать. Тем более у дороги, я так понимаю, там места дороже, чем в глубине кладбища. Смотрите, как они сделали. Все по линейке ровненько. То есть они вымеряют каждую. И все потом сдвигают, чтобы было так же одинаково. То есть, соответственно, они все вот эти могилы так же передвинут туда. Но это же неприемлемо. Мы будем ходить по головам как бы усопших. Кто-то приходит и начинает ставить вот эти вот ограды. Он же не знает, где человек на самом деле лежит. Человек может лежить вон там. А он поставил вот здесь вот. Порядок наводят, но надо не в ущерб захоронений уже, те, которые имеются. Этого не должно быть ни по-божьей, ни по-совести, ни по-человечески. Должен быть порядок. Покойников никто не должен беспокоить, так скажем. Возмутило, что потом к родственникам как ходить? По головам по чужим? То есть все сдвинулось. Люди-то там под землей и поменялись, а верхняя, как вот разметка, она сдвинулась. Получается, у некоторых голова будет по тропинке. Какое право они имеют без разрешения родственников, там похоронен человек. Значит, это память священная для людей. Как они могут передвигать без согласия? И по-христиански даже это неправильно. Удивительно в этой истории еще и то, что администрация кладбища уверяет, что не знает, кто провел это массовое благоустройство. У нас здесь отдел выдачи решений на захоронение. Мы людям выделили место и сделали решение на захоронение. Благоустройство делают другие коммерческие организации. Наверное, они какую-то там ошибку допустили. Вот люди к нам обратились, мы вышли на место, все это зафиксировали. Вы комендант, да? Да. Вот кто сейчас может гарантировать, что тела усопших находятся в том месте, где они были изначально похоронены? И по их головам, по их телам никто не будет ходить. Кто может это гарантировать? Мы выходили на место, все зафиксировали. Соответственно, есть фотоматериалы, по которым потом будем ориентироваться. Вы знаете, какие это организации? Нет. То есть вы вообще ничего, ни за чем не смотрите, ничто не контролируете? Как мы можем смотреть за коммерческими организациями? Их очень много. Как мы их можем контролировать? У меня умерла жена в конце января. Я приехал заказывать копку могилы. Мне предложили оформить бордюрным камнем могилу после того, когда снег сойдет. Там же предложили человека прямо на кладбище, в центральном помещении. Мы с ним ездили, смотрели участок, где будет охранение происходить. Вот он с нами ездил. Он же предложил потом вот это сделать. Здравствуйте. Мы с телевидением СИАТНН. Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь благоустройством могил? Да. Бордюрный камень выкладываете? Да, внутри спрашиваются, они все вам скажут. Мы хотим уточнить, на 74-м квартале вы проводите благоустройство? Нет, нет. Это вот заходите в ворота налево, комендатура. Это их не рабочие, они бордюр ставят. Их не рабочие? Они говорят, что это не их рабочие? Их не рабочие. Мы не ставим. Их не? Да. Мы бордюры не ставим. И памятник. Кладбище. Вы зря ходите. Вот так вы не найдете пешком. Кладбище относятся. Прямо напрямую. Кто там сидит, вот они. Они говорят, что они не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. А, ну понятно дело. Кто там массовое благоустройство проводит? Массовая администрация. Они проводят? На Новословском кладбище, да. Смотрите, нам родственники сообщили, что благоустройством занимается и Пешиканов Александр Александрович. И располагается он физически улица Коновала, 26 Г. Это ваше здание. Это не наше здание. Коновала, 26 Г, может и вон тот Круновское здание будет. Ну вы же не можете о нем знать. Я не знаю о нем. Вот здесь видите, еще перед входом на кладбище есть еще люди, которые занимаются благоустройством. Честно, я не знаю, как у них фамилия, и как у них ЭП, или какая-то другая организация. Мы с представителями пообщались, они все говорят, что вы в курсе. В курсе чего? Кто здесь работает? И кто чем занимается? Здесь работают сотрудники МКУ. Мы не коммерческая организация, мы не оказываем никаких коммерческих услуг. Кто такой Шиканов Александр Александрович? Я не знаю. И где нам его найти? Я не знаю. Кстати, в полицию нам сообщили, что родственники усопших написали заявление о самовольном изменении границ захоронения. Пока проводится проверка.